Послушайте, Максим Максимович, у меня несчастный характер. Я не знаю, воспитание ли меня сделало таким, Бог ли меня таким создал. Знаю только, что если я причиной несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение, только вот дело в том, что это так. Знаете, в первой своей молодости я стал бешено наслаждаться всеми удовольствиями, которые можно было достать за деньги. Но вскоре эти удовольствия мне опротивили. Тогда я опустился в большой свет. Общество мне так же надоело. Я влюблялся в светских красавиц, был любим. Только вот сердце осталось пусто. Тогда я стал читать, учиться. Ну и науки мне так же надоели. Я видел, что ни слава, ни счастья, нисколько от них не зависит. Потому что самые счастливые люди невежды. А слава удачи, чтобы ее добиться, нужно быть только ловким. Тогда мне стало скучно. Вскоре перевели меня на Кавказ. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями. Напрасно. Уже через месяц. Через месяц я настолько привык к их жужжанию и близости смерти, что... Что право обращало внимание больше на комаров. Тогда мне стало скучнее прежнего. Потому что я потерял последнюю надежду. Знаете, когда в своем доме я увидел Беллу, я глупец подумал, что она ангел. Спустившийся ко мне сострадательной судьбой. Я снова ошибся. Нет, если хотите, я ее еще люблю. Я благодарен ей за несколько минут довольно сладких. Я жизнь отдам за нее. Только мне с нею скучно. Глупец ли я или злодей? Не знаю. Но то и верно, что я тоже заслуживаю. К сожалению. Может, даже больше, нежели она. Жизнь моя становилась пустее. День ото дня. Мне, наверное, осталось только одно средство. Путешествовать. Как будет, можно сразу отправлюсь. Только не в Европу, избави Божия. В Америку, в Иране, в Индию. А вот где-нибудь по дороге и умру. Почему? Почему? Потому что в России не забывайте меня.